Глава люберец Владимир Волков выступил с отчетом перед жителями городского округа. Он подвел итоги проделанной работы за 2022 год и обозначил главные задачи на ближайший период. Обо всем подробнее наш следующий сюжет. Первая тема отчета главы – специальная военная операция. Более 400 семей бойцов СВО находится под опекой администрации городского округа. Владимир Волков подчеркнул, что забота о женах, детях и родителях защитников сегодня – приоритетная задача. Практически круглосуточно мы находимся на связи с каждой семьей военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации в городском округе Люберцы. Встречаемся и обсуждаем вопросы, с которыми сталкиваются сейчас многие семьи, чьи близкие защищают родину. Как показывает практика, проблем возникает немало, и у каждой семьи они свои. Поэтому наша главная задача сегодня – максимально оперативно их решать. Основа выполнения всех социальных обязательств – стабильная экономика. За год в городском округе создано более трех тысяч новых рабочих мест. Количество жителей со статусом безработный снизилось на третий. На начало этого года составило 703 человека. Несмотря на внешнее давление и санкции, в Люберцах реализуются 83 инвестиционных проекта. По абсолютному значению объема инвестиций в основной капитал городской округ Люберцы входит в первую пятерку муниципалитетов. Количество субъектов предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилось на 7%. И на конец 2022 года составило почти 21 тысячу. Это один из лучших показателей в Московской области. Положительная динамика отмечается в каждой сфере. За год в городском округе открыто пять палисадиков на 400 мест. В сентябре начнут свою работу четыре новых детских сада и школа на 825 мест. Активно идет строительство и медицинских учреждений. В Люберцах открылся первый в Подмосковье мамологический центр. Распахнула свои двери новая детская поликлиника. Ожидается открытие станции медицинской помощи. В рамках президентского проекта здравоохранения и при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева стартовали работы по строительству долгожданной поликлиники на 500 посещений в смену в поселке Октябрьский. Это будет просторное, современное, комфортное учреждение, которое смогут посещать и взрослые, и дети. Завершить строительство планируем в 2025 году. В 2026 поликлиника откроется после получения лицензии. В завершении своего доклада Владимир Волков пригласил жителей городского округа на празднование 400-летия Люберец. В этом году День города будет проходить два дня – 1 и 2 сентября. Я приглашаю всех люберчан отметить юбилей нашей малой родины. Главное ее достояние – это люди. Талантливые, искренние, болеющие за свой край. Именно их энтузиазм и неравнодушие сегодня вселяют уверенность, что наш округ станет еще уютнее и комфортнее. Я искренне желаю всем люберчанам оптимизма, успеха в труде, на благо родного округа. Вместе мы сила. Спасибо. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.